Глава государства в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса заявил, что единый госэкзамен все же необходимо провести по всей стране. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен пронести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Президент подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто собирается поступать в вузы в текущем году. Что касается аттестатов, то они будут выданы всем без экзаменов. Владимир Путин отметил, что такое решение является исключением и носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года. Кроме того, президент предложил предусмотреть дополнительный период для сдачи ЕГЭ или экзамена в формате ЕГЭ не только в летний период в июне-августе, но и в течение следующего учебного года. Отдельно Владимир Путин отметил важность обеспечения доступности бесплатного высшего образования. В послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года, увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места. По мнению главы государства, не менее 60% выпускников школ должны иметь возможность претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях страны. Кроме этого, Владимир Путин предложил правительству продумать дополнительные меры поддержки вузов, других федеральных учреждений, а также вопросы трудоустройства студентов. Эрнест Чуков, Архиз, 24.